Всем привет! Естественный отбор подхватывает такие эволюционные изменения в организме животных, которые обеспечивают конкретной группе преимущество перед другими. Это преимущество выражается в том, что особи с новыми признаками чаще доживают до репродуктивного возраста и оставляют потомство. И, конечно, один из самых важных аспектов жизнедеятельности, которую должна совершенствовать эволюция – это способы добывания пищи. Вот тюлень украбоеда лободон карсенофакс. Тюлень крабоед живет вокруг берегов Антарктиды. Длина его тела – до 240 см, самки немного крупнее самцов. Большую часть года цвет меха светлый, кремово-белый. Лишь в конце зимы верхняя часть тела становится темной. Но вернемся к зубам. Логично предположить, что их строение должно быть непосредственно связано с пищей, которую животное потребляет. Судя по названию, наш тюлень должен поедать крабов, но крабов он не ест. В отличие от честных названий многих других животных – осоед, змеят, муравьед и т.д. тюлень назван крабоедом неоправданно. Причем это же название используется и в других языках. В английском – крабитосил, в немецком – der krabenfresser, и даже в видовом эпитете латинского названия – карсенофакс. Впрочем, название не настолько далеко от истины. Основная добыча тюленя крабоеда – антарктический криль и юфосиасаперба. Это мелкие рачки, напоминающие креветок, длиной до 6 см. Зубы тюленей служат фильтром. Крабоед ищет скопление криля, плавает среди рачков с открытым ртом, а затем отцеживает воду. Такая форма боковых зубов называется фистончато-бугорчатой. При смыкании челюстей остаются отверстия, через которые вода выходит из ротовой полости. Кроме криля, тюлени-крабоеды питаются и другими мелкими животными, в основном беспозвоночными. Могут ловить и рыбу. Чаще всего они охотятся по ночам. Ныряя на сравнительно большую глубину, тюлени ищут добычу и в расщелинах льда. В зимнее время криль держится там. То есть почти всегда крабоеды ищут пищу в темноте, часто наугад засасывая мелкую жирность в ротовую полость и отцеживая воду. Кстати, у многих других тюленей зубы имеют похожее строение, даже у такого мощного хищника, как морской леопард, хидрарджи лаптоникс. Несмотря на то, что в основном этот зверь питается относительно крупной добычей, пингвинами и другими тюленями, тем же крабоедом, у которого на теле часто находят шрамы от их нападений, иногда поедают и мелкую добычу тот же криль, таким же образом процеживая его. Тюлень-крабоед в настоящее время самый многочисленный вид ластоногих в мире, его численность оценивается по разным данным от 7 до 15 миллионов особей. Этому виду не угрожает прямая человеческая деятельность, однако в некоторых акваториях в нем видят конкуренты добытчики мелких ракообразных. Также ему угрожает общее загрязнение океана. Делитесь мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры сделал DimaTorzok